Добрый день! В эфире ИРЯВУНГ ТВ. У нас в гостях общественный деятель, председатель женского совета Наталья Ротенберг. Добрый день, Наталья Сергеевна! Добрый день! Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Наталья Сергеевна, Вы занимаетесь общественной деятельностью, активно ведете различные проекты, недавно возглавили женский совет. Расскажите нам подробнее, чем Вы занимаетесь в Армении? Вообще-то можно увидеть в моих социальных сетях, можно увидеть мою деятельность, мою активность в Армении. На сегодняшний момент я взяла, так скажем, два направления, которыми я активно начала заниматься. Это спортивное направление по художественной гимнастике и женское движение, которое мы недавно буквально на днях сформировали. И надеюсь, что оно, в принципе, обретет какое-то весомое движение женское, потому что... Вы спросите, почему именно женское? Потому что Армения все-таки, я считаю, что такая более мужская страна, где мужчины правят, и женщины как-то немножко чувствуют себя, может быть, неуслышанными, недостаточно внимания, недостаточно им возможности проявить о себе, заявить о себе. И я так понимаю из общения с женщинами, что как-то многие женщины очень позитивно на это отреагировали и хотят к нам присоединиться, они хотят с нами общаться, им интересно, что будет происходить на наших площадках. И мы даем такую возможность, во-первых, женщинам общаться друг с другом, потому что в наше время мы понимаем, что очень сложно найти даже друзей новых, контакты новые, возможно, потенциальных партнеров, возможно, даже найти нового работодателя, потому что у нас женщины появляются в нашем сообществе, появляются разного калибра, разного направления, то есть из разных социальных слоев также. Поэтому у нас очень интересная площадка, где мы будем не только соединять женщин и выслушивать их пожелания, но и давать им возможность развиваться и дальше. Вот интересно поподробнее узнать, какие цели и задачи вашего женского совета. Ну, на сегодняшний момент, за счет того, что мы только буквально сформировали этот союз, то, конечно, мы сейчас будем собираться какое-то время с советом директоров, который мы также выбираем, отбираем, женщин, которые имеют опыт, которые имеют знания, которые имеют свою какую-то историю, то есть которые занимают должности, у которых есть опыт и которые могут принести пользу своего опыта в наш союз. То есть в любом случае это должно быть несколько встреч проведенных, потому что я бы не хотела, так скажем, быть единственным человеком, который задает повестку дня. Я бы хотела, чтобы женщины, для этого мы и собрались, чтобы тоже проявляли свои желания, пожелания, активность, свои идеи. Для этого мы собираемся вместе. То есть когда вы говорите цели и задачи, ну, в первую очередь, наверное, я бы обратила внимание, что мы собираемся, когда, например, мы решили, что раз в месяц мы будем собираться на больших площадках, да, где каждая из женщин может присоединиться, может прийти, может высказать, так скажем. Возможно, женщина ищет клиентов, возможно, она только новый предприниматель, молодой предприниматель, который открыл свой маленький небольшой бизнес, но она ищет клиентов, не знает, как привлечь внимание к своему бизнесу. То есть мы будем давать возможность таким женщинам, например, с презентацией выступать перед аудиторией, рассказывать о своем проекте, о своем, может быть, каком-то деле, для того, чтобы привлечь внимание. Потому что это не только, знаете, важно слушать проблемные стороны женщин, которые, их такие кричащие вопросы, которые мучают их, и никто не может им помочь. Но и именно, что касается, я бы хотела двигаться по развитию женщин, чтобы то дело, которое женщина, вот она хочет развить и преуспеть в нем, чтобы она тоже имела соратников, партнеров, фанатов, клиентов. То есть помочь ей в развитии своего дела. Потому что даже на первом съезде, который у нас проходил буквально недавно, женщины не только о проблематике, то есть несколько вопросов было поднятие каких-то таких острых моментов, чувствительных, так скажем, которые прям женщины переживают. Но также часть женщин они подняли именно в своей профессии. Например, врач выступала, да, и вот она сказала, что хочет взять направление по помощи пострадавших от войны, именно заниматься с ребятами, построить реабилитационный центр. Она уже как бы движется в этом направлении, и она заявила о своем желании как бы и дальше двигаться в любом случае, как бы с нашей поддержкой или без нашей поддержки. И я хочу сказать, что сразу же пришли как бы отклики, то есть несколько женщин, они также, оказывается, занимаются в этом направлении, то есть они каким-то образом соединились, они нашли что-то общее, они начали обмениваться контактами, то есть они сейчас, их стало больше. А параллельно также у нас в нашем окружении есть такие люди, которые тоже идут в этом направлении, хотят помогать, и мы также их хотим соединить с этими женщинами. То есть это, я бы сказала, помощь вот именно даже вот в контактах, знаете, потому что иногда женщины, даже многие не знают, кому обратиться и в какую дверь постучаться. Многие женщины, они не владеют вопросом закона, то есть они не разбираются в законодательстве, и они имеют проблему с этим. Поэтому мы хотим в будущем, в ближайшем скором будущем, мы уже поднимали этот вопрос на совете, мы хотим открыть, например, бесплатную юридическую консультацию, где женщина может как бы задать любые вопросы и получить бесплатную консультацию, потому что многие женщины, например, домохозяйки, они не работают, и у них нет средств, чтобы, например, пойти и заплатить за юридическую консультацию. То есть как-то к юристам относятся не все, скептически относятся. Не каждый может позволить себе юридическую консультацию или визит к юристу. То есть это, в принципе, такое дорогое удовольствие. Так что мы по возможности предоставим эту бесплатную площадку. Возможно, в дальнейшем будет, может быть, бесплатная помощь психолога, то есть разные такие направления. Но сейчас, когда вы говорите, как бы, есть ли у нас устав у нашего совета, то пока нет, нет у нас устава. Но я хотела бы все-таки, чтобы мы все вместе положили наши мысли на стол, наш опыт на стол, наши знания. И в конечном итоге я буду принимать решение, в каком направлении нам двигаться. То есть, в принципе, мы приглашаем любых женщин, тех женщин, которые хотят, активных женщин, деятельных, которые хотят заявить о себе, которые ищут, возможно, связи, контакты, возможности или хотят быть услышанными. То есть мы приглашаем наш совет и с удовольствием примем и выслушаем всех. Мне известно, что кроме того, что вы помогаете другим женщинам реализоваться, вот свои проекты как-то реализовать, вы также имеете какие-то проекты, которые вы хотите осуществить в Армении. Расскажите о них. У меня разные направления. То есть я в любом случае изучаю Армению и изучаю территорию Армении как площадка возможностей. Я для себя вижу возможности. Многие, кто из страны уезжает в другие страны, не знаю, в Россию, в Америку, видимо, эти люди или уже не видят возможности, или не хотят видеть. То есть по каким-то причинам... Для меня это удивительно, потому что я как человек, как бы, новой в стране, я вижу Армению как страну возможностей. Поэтому здесь очень такая обширная площадка, на которой можно творить, зарабатывать и делать добрые дела. Что касается проектов, ну, как я сказала, что я на сегодняшний момент, значит, фокусируюсь на двух направлениях. Я взяла вот спортивное направление, художественную гимнастику под себя. Что значит под себя, да? Я как бы обратила на них внимание. И мы начали встречаться, как бы, с руководством, начали разговаривать с тренерами, то есть погружаться вообще в чем девочки нуждаются, что им не хватает. Смогли бы мы в будущем воспитать потенциальных чемпионов, например, на международной арене. То есть это такой процесс долгий. Вообще становление спортсмена, это процесс долгий, и мы не можем за один месяц, естественно, за один месяц получить чемпиона мира или олимпийского чемпиона. Поэтому обещаю, что чемпионов в Армении мы воспитаем очень много, но мы должны все-таки подходить более серьезно и все-таки ориентироваться на международную арену, где мы хотим, чтобы наши спортсменки, будущие спортсменки, они поднимали флаг Армении на международной арене. Вот это наша такая большая глобальная цель. Вчера у нас было собрание с родителями, мы познакомились, и, в принципе, наверное, все начинается с родителей. И, вы знаете, родители здесь делятся на две категории. Первая категория родителей – это когда родители, например, хотят из ребенка видеть чемпиона, профессионального спортсмена. Потом мы переходим к ребенку, готов ли ребенок на это, то есть есть ли у него талант вообще в этом направлении. То есть здесь как бы и родители, и ребенок, пазл должен сойтись, я считаю. А есть родители, которые отправили ребенка в эту секцию, в Федерацию художественной гимнастики, но они абсолютно не требуют с ребенком каких-то больших глобальных результатов. Но оказывается, что у ребенка есть талант. То есть здесь опять пазл не сходится. То есть в самом идеале – это когда у ребенка есть талант, и родители хотят видеть его спортсменом. То есть работа над родителями тоже предстоит, с родителями предстоит нам. И вчера, я думаю, что у нас была такая плодотворная встреча с родителями, где каждый родитель должен для себя определиться, в каком направлении они хотели видеть будущее своего ребенка. Потому что иногда родитель не хочет, чтобы из ребенка получился профессиональный спортсмен, а тренеры дают профессиональную сложную нагрузку, программу именно с международными стандартами, которые ребенок, например, сложно может выполнять, а родители абсолютно спокойно относятся к этому. То есть здесь нужно, чтобы все вместе пазл сошелся. Мне очень интересно это направление. Я поняла проблематику, то есть мы начали о ней говорить, мы начали уже потихоньку делать перемены, изменения. Мы не стоим на месте, мы хотим провести первый совместный с моим участием такой кубок Армении, можно так назвать, чемпионат Армении, в скором будущем, где девочки могут показать свои таланты и свою подготовку, чтобы вообще определить, сколько потенциальных талантов у нас есть в Армении, которые в будущем, возможно, поедут уже на международные соревнования. Вы активно занимаетесь общественной деятельностью. А видите ли вы себя в дальнейшем в политике? В политике, да. Мне политика, знаете, интересна. Почему? Потому что в любом случае, независимо от того, какое бы направление ты не выбрал, ты упираешься сразу же в законодательство. Ты упираешься в законодательство или в те или иные министерства. И, естественно, и закон, и министерство, они вплотную связаны с политикой. Поэтому, когда бизнесмены говорят, что мы занимаемся только бизнесом и никакого отношения не хотим иметь с политикой, то это на самом деле не так, потому что любой бизнес, он должен строиться на законах, относящихся к тому или иному бизнесу, на каких-то там, я не знаю, банковских операциях, да, и возможности работы с банками. То есть, хочешь не хочешь, за каждое направление, которое бы ты ни взялся, ты упираешься в политику. Вот. Конечно, можно заниматься политикой, так скажем, ну так, очень аккуратно и осторожно, и не погружаясь в нее внутрь, да, но я не исключаю того, что в будущем, возможно, мне придется больше иметь, ну, связи, да, дел именно с политическими деятелями, с министерствами. Почему? Потому что даже вот направление спорта, направление спорта, оно упирается в министерство спорта, в замминистра спорта, то есть нам нужны какие-то, ну, не знаю, может быть, льготы, может быть, поддержка, может быть, чтобы наш голос, опять же, услышали, но опять мы упираемся в министерство. То есть спорт напрямую зависит от этого. Дальше мы берем, например, женское движение, да, женское движение. И когда мы разбираем несколько, так скажем, направлений женской проблематики, да, например, или женских, ну, да, желаний, которые они хотели бы оставаться в стране и спокойно развиваться, да, чтобы у них была возможность, то ты хочешь, не хочешь, опять ты упираешься, например, в законодательство. И в зависимости от направления, например, если это касается медицины, то упираешься в министерство здравоохранения. Если это касается, например, музыкантов и балета, то опять упираешься в министерство культуры. То есть как бы мы не убегали бы от политики, все-таки мы приходим в любом случае в нее, к ней. И нам нужно, не знаю, найти, так скажем, пути взаимодействия, взаимодействия, если мы хотим добиться результата. Кто-то, например, может сказать, ну, например, те, кто недоволен, да, так скажем, тем или иным правительством, скажут, ну, как же с ними можно сотрудничать. Смотрите, здесь такая, как бы двоякая, я считаю, двоякая сторона медали, да, двойная сторона медали. Почему? Потому что, с одной стороны, можно просто сидеть и только обвинять, заниматься обвинением, так скажем, тех или иных персон или того или иного правительства. И, в принципе, никуда не двигаться и стоять на месте, и не развиваться, ничего не делать, потому что, в принципе, ты недоволен. А раз ты недоволен их работой, значит, не надо с ними общаться. Это как бы первая позиция, да, которую может человек занимать. И это не значит, что кто-то плохой, кто-то хороший, какая-то позиция лучше, какая-то хуже. Это выбор человека каждого. Вторая позиция, сторона другой медали. Ты можешь сказать, окей, ну да, вот есть проблема в том или ином направлении, давайте попробуем ее как бы проработать, попробуем договориться, попробуем предложить, попробуем изменить, попробуем как бы с ними посотрудничать. То есть в любом случае, как бы здесь ты должен определиться сам лично для себя, в каком направлении ты идешь, готов ли ты, так скажем, идти в министерство, те или иные министерства, общаясь с министрами, предположим, замами. То есть готов ли ты с ними идти на диалог и говорить о том, что тебя беспокоит, что беспокоит, например, граждан, спортсменов, я не знаю, врачей. В любом случае кто-то эту работу должен делать. То есть потому что если мы будем молчать, то мы никогда не справимся с этими проблемами и задачами. То есть мы должны все-таки каким-то образом быть в коей мере дипломатами, я бы сказала, дипломатами, уметь вести переговоры, уметь договариваться, даже если нам это не нравится. Вы не так давно находитесь в Армении. Как вы оцениваете уровень владения русским языком, отношения к России? Я хочу сказать, что, конечно, ситуация немножко меня расстраивает. Почему? Потому что я чувствую, что в общении каждый день практически у меня идет проблема в общении с местным населением. То есть люди стали говорить плохо по-русски. Значит, люди стали говорить плохо по-русски или совсем не говорят по-русски, или стесняются говорить с ошибками по-русски. То есть мы понимаем о том, что новые поколения или, например, регионы совсем очень слабый русский язык находится. Вот уровень русского языка, знания русского языка. Те люди, которые были рождены в советское время, дети Советского Союза, и которые заканчивали русские школы наши советские, то, конечно, с этими людьми можно спокойно общаться, разговаривать, дружить, не имея никакого барьера в общении. То есть, вообще, подытоживая наблюдения моими глазами, что бы хотелось заметить? Ну, наверное, несколько направлений. Например, школы, да, возьмем школьное образование. То есть раньше школы были, имели русский статус, имели русский статус, были русские школы, где, естественно, обучалась, преподавалась русская программа. На сегодняшний момент школы российские как статус, российские школы, как бы, я так понимаю, закрыты, и все-таки это армянские школы с российской программой. Я заметила о том, что, потому что, ну, как бы, общаясь с директорами школ и общаясь с преподавателями, я заметила о том, что, как бы, обратную связь имея, нехватка русских учебников. Нехватка русских учебников именно по русским программам. То есть нам нужно обратить на это внимание и сделать все возможное для того, чтобы по российским программам дети имели учебники все, а не через одного. То есть получается так, что учебники выдаются через одного ребенка, то есть кто-то может выполнить домашнее задание, кто-то не может выполнить домашнее задание. То есть получается, что кто-то лучше знает, кто-то хуже. Или, например, одному выдается методичка первая часть, второму выдается методичка вторая часть, потому что первой части недостаточно, не хватает То есть проблема такая есть Мы даже собирали, скажу честно, мы даже собирали списки, списки учебников, авторов по классам, в которых нуждаются школы И мы поднимали этот вопрос И я знаю, что в парламенте Армении есть у нас депутат Алексей Сындыков, который двигает также этот вопрос Но, к сожалению, почему-то не хотят слышать или не слышат Но какие-то препятствия есть в этом направлении Мне хотелось бы обратить на это внимание Это острая такая проблема То есть начинать с низов, начинать со школы, с младших классов, со средней школы Именно в предоставлении достаточного количества учебников Может кто-то скажет, что мы каждый год отправляем учебники, да, например Ну, российская сторона, можно сказать, мы каждый год отправляем достаточное количество учебников Нет, недостаточное количество учебников То есть примерно мы посчитали, чтобы вообще сделать полное покрытие Полное покрытие учебников всех школ с изучением русской программы и русского языка Это надо примерно, так скажем, миллион долларов Вот так вот мы считали именно по учебникам. И этих учебников могло бы хватить на 5 лет. То есть мы понимаем, что если образование длится 10 лет, то примерно 2 миллиона долларов хватит на целое поколение обеспечения учебниками. То есть я бы хотела, чтобы российская сторона на это обратила внимание. Вот такая кричащая повестка, я бы сказала, которую нельзя как бы убирать, потому что все еще учебников недостаточно, методичек недостаточно, учителя в этом нуждаются. Это вот раз. Второе, как я сказала, что, например, в некоторых школах совсем отсутствует знание, например, предмет русского языка. Тоже нужно обращать внимание. Что мне не нравится, то что русский язык уже ассоциируется как с иностранным языком. Не как сотрудническим языком, да, содружество, язык содружества или не знаю, как его назвать, но объединяющим, да, нас всех, вообще страны Советского Союза объединяющие, но он уже является как иностранный. Это тоже нужно обращать на это внимание, нужно менять, потому что русский язык в Армении тем более не должен быть как иностранный язык. Вот, поэтому очень много можно так вот перечислять, чего не хватает. Да, я знаю, что, например, там Россотрудничество, посольство Российской Федерации каким-то образом пытаются решить эту проблему, открывая, может быть, так скажем, такие вот офисы курсов по изучению русского языка, но это все еще мы говорим о курсах, о курсах русского языка как иностранного языка. То есть этого не должно быть. То есть нам нужно каким-то образом сделать так, чтобы мы не потеряли связь, чтобы мы не потеряли никаким образом связь, понимание, потому что как только уходит язык, все начинается с языка, с понимания. Как только уходит язык, значит, идет недопонимание, недосказанность, и мы не можем друг с другом общаться. Поэтому такой кричащий момент, вот нужно это все вместе нам работать над этой проблематикой. Как вам известно, в Армении зародилось движение и уже набирается, называется «Сильная Армения с Россией за Новый Союз», которая выступает за вступление Армении в союзное государство Россия и Беларусь. Как вы относитесь к этой идее? Очень положительно. Это так и должно быть. Мне кажется, Армения скучает, поэтому, так скажем, вернуться домой, вернуться домой, можно так назвать. Вот, потому что, конечно, вообще распад Советского Союза, он повлиял на многие страны негативно. Какие-то страны, вот они называют себя суверенными, независимыми, какие-то страны смогли коим образом выжить, выжить, адаптироваться, так скажем, и дальше развиваться сами по себе. Но кое-каким странам этого не удалось сделать. Поэтому тем странам, которым тяжело до сих пор, после 30-летнего, так скажем, разлуки с родиной матерью, нужно задуматься о том, чтобы вернуться домой, присоединиться к матери России, которая их на самом деле и ждет, и всегда примет. Нужно задуматься тем странам, которые, к сожалению, не смогли каким-то образом вот стать по-настоящему независимыми, потому что, когда мы называем, что Армения, она суверенная как бы республика и независимая страна, то здесь, понимаете, очень много вопросов. А на самом деле так и есть. Или все-таки Армения зависит от каких-то внешних движений, внешних законов, так скажем, которые давят на Армению. И чтобы этого не происходило, чтобы было все правильно, чтобы было все, так скажем, безопасно, нужно задуматься о том, чтобы все-таки войти в союз, как сделала Беларусь. Вот мне кажется, это было правильное решение для Беларуси. И Армения должна, наверное, следующим шагом, это следующий шаг для Армении, вот принять такое решение. Я понимаю, что, наверное, не каждый согласится с этим, не каждый готов и, возможно, уже отвык и отошел от российской повестки, от России в общем. И все-таки смотрит больше, может быть, на Америку, потому что в Америке очень большая диаспора. Ну и в России тоже большая диаспора армян. Вот. И здесь как бы немножко кто на себя перетянет одеяло. И, конечно, я как россиянка и живущая, проживающая на сегодняшний момент в Армении, я иногда страдаю от того, что часть армянского населения уже смотрят на Запад и на Америку, нежели чем уехать, например, в Россию. То есть это беспокойно. Это беспокойный такой момент, который прям уже колокольчик, который надо было уже обращать внимание еще вчера. То есть, мне кажется, мы уже запаздываем с этим моментом. Поэтому, чтобы совсем не потерять связь и все-таки остаться с Арменией, как братья и сестры, нам нужно здесь вот в этом случае, я бы сказала, скорость равно успех. Скорость равно успех. России нужно задуматься очень сильно. Хотелось бы вам задать также вопросы личного характера. Ни для кого не секрет, что вы являетесь супругой армянина. Сложно ли быть супругой армянина? Нет, не очень сложно. Нормально. Не очень сложно. Главное договориться. Главное договориться, потому что все-таки, как бы мы не были дети Советского Союза, все-таки немножко ментальность чуть-чуть разная. И нас спасает, наверное, то, что часть своей жизни я провела, так скажем, путешествия. И его часть жизни также прошла, так скажем, тоже в путешествиях. То есть, мы видели мир оба, каждый по-своему. Мы испытали вот этот опыт, так скажем, да, разных стран и разных культур и религий. То есть, мы понимаем, с чем можно сравнивать. И мы такие, как бы, просовременные ребята, просовременные ребята, которые могут найти соглашение, внутреннее соглашение между двумя людьми и договориться. Главное договориться. Естественно, как бы у вас зашкаливают традиции. То есть, у вас очень сильные, крепкие традиции, что очень радует. Надо это тоже каким-то образом держать и сохранять, потому что многие страны уже теряют традиции. Это опасно, это не нужно. И нам нужно все-таки передавать наши традиции другим поколениям. И чтобы они дальше продолжали историю, так скажем. Потому что с каждое поколение все меньше и меньше интересуются историей. Они интересуются, не знаю, технологиями, возможностями, интернетом. То есть, на историю надо особое внимание обращать, чтобы наши дети все-таки интересовались и знали, кто свой, кто чужой, кто враг, кто друг. Поэтому жить с Армянином интересно. Для меня интересно, потому что Тигран Григорьевич, он знает хорошо историю. И у нас все время, каждый день проходят беседы именно такие исторического характера, политического характера, общественного характера, бизнес-характера. То есть, у нас очень разнообразные, так скажем, беседы ведутся внутри семьи, что меня очень радует. То есть, меня воспринимает как партнера, как человека серьезного, стоящего на одной ступеньке вместе, идущего как бы плечо к плечу, рука в руку. И мне это очень комфортно, меня это очень радует, потому что мы можем делиться секретами, делиться, помогать друг другу, подсказывать друг другу. У меня свой опыт, у него свой опыт. И тем самым вместе мы сильнее, я бы сказала. Переехав в Армению, вы стали также изучать армянский язык. Сложно ли это изучение? Для меня несложно. Я действительно начала изучать язык. Я с Саварумом ХРН, я с Чем Апрумом Гаварум, я с Апрумом Ереваном. Замечательно. То есть, для меня несложно. Для меня несложно. Единственное, что для меня очень яркий момент в изучении армянского языка, это когда, например, и женщины, и мужчины, ты говоришь в одном лице, то есть на «э». И получается, нет разделений, что для меня немножко сложно. И вы знаете, я так думала, ну, наверное, вот смотрите. Я подумала, а может быть, нужно внести какие-то изменения в армянский алфавит, например, на «э», «неэ». Ну, вот это я так вот себе вижу. Ну, раньше это же так и было. Вот, понимаете. И мне потом сказал педагог, что раньше в древнем армянском так и было. Я думаю, а почему, например, не вернуться к этому и опять не сделать разделение? А потом подумала, вот смотрите, раз вы, значит, к вам и к женщинам, и к мужчинам относятся как бы в одном лице, так скажем, да, то, значит, здесь страна такая должна быть 50-50. И мужчины, и женщины одинаковые. И здесь должны относиться и к женщинам, и к мужчинам одинаково, потому что вы как бы под одним лицом ходите, да. А если вот будет разделение, тогда можно уже разделять, у кого поменьше прав, у кого побольше прав. Но, кстати, что касается, вот, например, если мы возьмем женщины в политике, то сегодня, если ты, например, в партии состоишь, то каждая третья женщина должна быть в партии. Ну, например, да. То есть, в принципе, уже Армения готова 30%, так скажем, ну, как бы, да, каждую третья женщина 30% отдать во власть женщине, то есть в управление женщиной. То есть уже, в принципе, на 30% мы можем рассчитывать. Нам нужно каким-то образом, чтобы у нас было 50%, чтобы мы были равны. Вот. Но я думаю, что, может быть, время поменяется. Я понимаю, что, как бы, женщинам иногда сложнее двигаться по карьерной лестнице, потому что все-таки мужчины, все-таки мужчины, ну, как бы, главные, властные, такие вот серьезные, да, и где-то им не очень хочется с нами стоять и соревноваться на одной площадке, вот, потому что это все-таки обижает мужчин, вот. И это понятно, это нормально, как бы. Но в том числе мы не должны давать женщинам быть в тени. Мы все-таки должны иногда обращаться к ним, разворачиваться к ним, давать им возможности также заявить о себе, создавать что-то, потому что женщина, я, мне кажется, вообще для каждого мужчины женщина должна быть советником. То есть у каждого мужчины должна быть женщина-советник. Вот такая женщина. Почему женщина? Потому что у нас работает интуиция, то есть мы чувствуем, у нас идут чувства, у нас интуиция, мы видим, что этот человек неправильный человек, эта ситуация неправильна, этот проект нельзя так делать, эта ситуация тоже нельзя так делать. То есть мы женщины, мы видим по-другому. То есть мы сразу же, как бы, мы такие хранительницы очага, нас многие называют, да, то есть мы думаем о детях, о безопасности. То есть нам тоже, мужчины тоже думают о безопасности, но они думают о безопасности страны, глобальной, о безопасности бизнеса, потом о безопасности семьи. У нас сразу срабатывает безопасность детей. Детей безопасность, потом самих спасти как-то, потом там нельзя родителей спасти, то есть у нас тоже срабатывает вот этот эффект безопасности, да, вот, как сохранить и защитить. То есть мы, женщины, в принципе, ну, если бы каждый мужчина имел бы советников женщин, Я думаю, что он быстрее бы и правильнее бы продвинулся по служебной лестнице и вообще по жизни Так что, мужчины, берите женщин в советники Наталья Сергеевна, ваш девиз по жизни? Наверное, не сдаваться, верить в свою мечту, идти за ней Вы знаете, что я заметила, кстати, про мечту заговорили? Я заметила то, что многие женщины, я про мужчин не знаю, но вот скажу про женщин Многие женщины, они не имеют мечты То есть, когда я спрашиваю у них, например, вот на женском совете я спрашиваю у них, какая ваша мечта? Где вы видите себя, например, через 5 лет? Кто вы через 5 лет? Где вы видите себя через 5 лет? Многие женщины, это как бы у них штопор такой становится Они не видят себя нигде через 5 лет Они так далеко не видят Какие мечты, Наталья Сергеевна, какие мечты, о каких мечтах вы говорите, когда мы живем вот одним днем, чтобы прожить до завтрашнего дня То есть многие армяне живут одним днем, это плохо, почему? Я понимаю, что у нас действительно ситуация в стране нестабильная и как бы враг очень близко находится И в любой момент может вспышка произойти, да, я это все понимаю Но все-таки человек, который не планирует свое будущее, не планирует вот как и где он будет жить, кем он будет через 5 лет, через 10 лет То есть если вообще человек не планирует, это вообще страшная такая ситуация для человека, для самого и для его семьи также Потому что он не может показать этот путь своим детям, своей жене То есть он не может показать, куда идти И получается дети воспитываются без, возможно, без мечт, потому что им не разрешено мечтать Возможно, без будущей картинки То есть нам нужно немножечко работать вообще с населением каким-то образом Это очень такая сложная задача И попробовать, чтобы люди начали думать о себе, люди начали думать о своем будущем Люди начали планировать свое будущее и сегодня работать над своим завтрашним будущим Это очень важно, потому что это родители, это в первую очередь пример для своих детей Дети пример для своих детей И так вот с поколения в поколение, чему мы научим и что мы передадим Это влияет на будущее страны Наталья Сергеевна, большое спасибо за интересное интервью Спасибо, что на рекольцу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»